друзья здравствуйте всех приветствую с вами владимир языков самый понятный программист галактики у нас сегодня 8 утра и похоже что нам у нас такое утреннее шоу для того чтобы проснуться и потихоньку пойти в себя и сегодня мы с вами поговорим про основы адаптивных проз браузерных сайтов как ваше настроение слышно ли меня поставьте пожалуйста плюсики если слышно и мы собственно начинаем так даже вот я собственно кого-то знаю всех от приветствовать час уже 30 человек нифига себе 8 утра товарищи вы просто жжете да да реально 32 человек ну что ж замечать начнем с того что я покажу экран и мы начнем я подготовил для вас презентацию чтобы как-то мне легче было ну что ж во первых я хочу вас поблагодарить за то что у нас в общем то сейчас вы есть 30 человек в утреннее время сейчас это достаточно ого-го кстати сколько у вас времени напишите интересно хорошо значит что у нас получилось спасибо да у нас более 800 заявок и более 14 комментариев и даже той лайка за еще не реализованный материал в общем это безумно круто и на мне соответственно лежит ответственность за то чтобы вам как-то рассказать это все в наилучшем виде по факту мы сегодня будем говорить не столько о технологиях хотя про них и тоже поговорим мы с вами разберем тему вообще философии как подходить к мобильным устройствам что это такое как сделать мобильную версию сайта если у нас нету ее то есть если даже нет макете но скажем так парочка некоторых рекомендаций мы сегодня ограничены с вами часом времени и рассчитывать на то что мы с вами сделаем какую-то гигантскую работу не стоит но в любом случае я постараюсь вам рассказать как можно больше всего интересного ну а поскольку у нас достаточно большой интерес собственно немножко про себя да мне зовут владимир языков в принципе эту информацию вы можете подчеркнуть в моем профиленом сайте есть несколько крупных компаний с которыми я сотрудничал для них делал проекты возможно для вас будет что-то интересное но я на самом деле не особо люблю на этом делать акцент но если хотите пожалуйста вот это я в этом году исполнился небольшой юбилей моей профессиональной деятельности я бы с удовольствием себе купил тортик если не забуду 10 лет с момент того как я начал в общем-то именно работать в этой сфере не просто делать для себя хобби а именно вот продолжение будет по вашим заявкам да друзья если захотите да если будет большой интерес если там будет огонь-огонь тема то соответственно можем сделать продолжение чтобы я как-то это понял просто потом напишите комментарии в на странице урока и плюс ко всему если будут какие-то обновления на про урок я соответственно буду публиковать в эту тему насколько знаю если вы оставили хотя бы один комментарий у вас будет отслеживание тем то есть вы будете видеть новость или кто что написал но могу ошибаться поэтому это не проверенная да и так план занятия собственно мы разберем с вами основные понятия чтобы не путаться скажем так я сейчас буду говорить про адаптивное кроссбраузерную верстку в том разрезе как я это понимаю потому что определение как его культурологии может быть гигантское множество но в целом какое-то общее понимание есть мы разберем реальные проблемы жизни верстальщиков немножко подойдем к теории вопроса то есть собственно на чем базируется у нас адаптивность сайтов если вы сталкивались с этими вопросами то есть если вы вообще когда-либо занимались адаптивностью то в целом представляете что проверим качество кода это тоже достаточно такая очень субъективная вещь я вам расскажу некоторые принципы которые наверное придется разбирать в следующих вебинарах если пойдет потому что ну мы некоторым временем ограничены поговорим про оптимизацию ресурсов браузера потому что в целом очень важно относиться к собственному проекту с большим с большим вниманием сделать так чтобы ваш сайт хорошо гарантированно отображался не только на самых новомодных телефонах вот вчера samsung galaxy s8 презентовали кстати как он вам интересно пишите комментариях ну и собственно чтобы он отображался на каких-нибудь условно 486 зачем это нужно мы также разберем на сегодняшнем занятии ну и собственно проверяем работу немножко под настроем программное обеспечение обеспечения если у нас такая возможность в плане время и так что понимать с подтвердственным макетом обычно это psd файлик в фотошопе который таким так или иначе стал отображаться нормально в браузере бывает конечно люди которые просто перегоняю у меня был такой случай когда я решил найти какой-то макет для своего сайта для одного из сайтов клиента то есть чтобы на базе него делать уже работу уже готовы сверстан и так далее то есть в html варианте и моему удивлению не было предела когда я увидел что внутри этого сайта просто лежит гигантское изображение и с ним никак нельзя работать то есть в целом самое большое отличие макета в psd файлике от того что мы видим в html варианте это соответственно то что мы как-то можем взаимодействовать с элементом выделять текст писать информацию в текстовые поля и так собственно кросс браузерная верстка что в этом плане принимается мы открываем сайт на тех или иных браузерах при давайте мы зафиксируем монитор то есть условно у нас есть допустим операционная система windows и мы с вами скачали все скажем так распространенный браузер которые есть то есть в целом не всегда имеет смысл ставить какой-нибудь амиго от mail он сам устанавливается и как нет трудностей будем рассматривать наиболее популярное решение соответственно это mozilla opera firefox chrome интернет explorer просто ну или edge просто потому что изначально в пакете винды нам его поставляли соответственно зафиксируем решение то есть сделаем так что допустим у нас есть две операционки и мы смотрим наш сайт на одном и том же монитор и вот задача состоит в том чтобы на каждом в каждом браузере из наших операционных систем отображалась информация одинаково скажем так если мы говорим про windows то наиболее важный критически с точки зрения критичности операционной системы будет мак потому что на линуксе ну как то так повелось что скорее больше разработчики сидят и хорошо отображаемый сайт для разработчика ну это конечно здорово но в это клиент будет заходить под линуксом теоретически такие вероятности есть если мы допустим говорим про европу про европейский рынок то Ubuntu основанная на линуксе является в общем-то широко используемой системы и в государстве ее используют больше чем в нашем государстве windows поэтому в зависимости от рынка конечно имеет смысл ориентироваться на какую-то из операционных систем но чаще всего для пользователей windows это марк для пользователя марка это соответственно windows из мака нас интересует не только те же самые браузер как firefox chrome и так далее опера яндекс браузер ну кстати яндекс браузер не имеет смысла так сильно рассматривать потому что не часто там бывают разницы в отображении хотя я сталкивался ну вот бывали случаи когда в яндекс браузере немножко все отображается иначе чем в хроме поэтому конечно желательно смотреть в каждом браузере отдельно так вот соответственно в операционных системах второй операционных системе для нас если для windows это марки то для мака windows нас интересуют соответственно браузеры которые конкретно под эту операционку работают и не под какую другую соответственно для windows это edge и microsoft интернет explorer для для мака это соответственно браузер сафари фронт-энд спрашивает вы знаете от smart grid от дмитрия лаврика к сожалению не знаю я обязательно этот вопрос могу изучить если интересно могу даже рассказать после того как изучу ну в любом случае скажу так что я уверен что есть какие-то вещи которые я не знаю ну изучу и расскажу это нормально ладно поехали дальше касательно адаптивной верстки сайт под что в этом случае рассматривается сайт подстраиваться под разные условия браузер клиентов то есть часто за адаптивные сайты принимают те которые были достаточно распространены лет пять назад или шесть когда мы могли на мобильнике открыть сайт и по факту увеличивать его в плане называется в плане масштаба масштабировать его с помощью щипка пальцев с помощью самого жеста ну вот то что вы видите сейчас на правом на правой картинке прошу прощения друзья если для кого-то ну да к сожалению ничего не могу с собой поделать только выпить яму поэтому чаще всего если мы говорим про адаптивную верстку получается что сайт выглядит совершенно иначе нежели чем он был на стациональной версии возможно для давайте просто посмотрим если для кого-то кто-то не в курсе как эта штука отображается возьмем допустим наш любимый сайт гиббэйс вот как-то он отображается сейчас в стациональной версии сайта давайте сейчас посмотрим да и в тот момент когда мы начинаем уменьшать размер экрана мы по сути адаптивным его как будто бы под условия планшета видите часть блоков начинает скрываться и вот то что мы видим на мобильной версии соответственно вот каждую версию сайта под каждую скажем так по каждое устройство у нас сайт немножко иначе выглядит в этом плане все понимается под это именно мы говорим про адаптивную версию верстку в данном случае когда у нас сайт никак не отличается от исходного макета и на мобильнике он выглядит просто уменьшенной копией мы говорим просто про то что это отлично обычно сделанный сайт то есть он не кросс браузер не адаптивный меня друг до последнего момента полагал что адаптивные сайты это как раз те которые можно увидеть вот здесь вот на опере мини поехали дальше собственно целевая аудитория вещь достаточно важная как ни странно и многие по нее многие упускают от этого этот момент по сути это это те пользователи которые в большинстве будут приходить на наш сайт и в целом каждый сайт имеет свою целевую аудиторию если кто-то говорит что целевую аудиторию сайта нету то скорее всего он просто не знают про то какая целевая аудитория ну вот в данном случае портал я могу только догадываться это чаще всего люди те которые конечно приходят на платные курсы это скорее всего люди от 25 до 40 даже больше бывают ну люди встречались и в 57 и в 60 лет то есть конечно обучению все возрасты покорно и просто бывают ситуации когда люди немножко выходят за рамки основной целевой аудитории но есть какой-то определенный костяк который посещает нас наш сайт почему это важно мы будем разбирать чуть чуть позднее и так где у нас обычно бывают верстальщики и в зависимости от этого у нас немножко меняются уровень клиентов и уровень заданий с которыми мы будем сталкиваться почему это тоже важно мы это будем разбирать чуть позднее фриланс это сайты типа файлеру workzilla.com и так далее сарафан это когда вы работали на фриланс или работали в какой-то компании у вас появилось много знакомых которые когда-либо у вас заказывали проекты и в последнем и после соответственно люди к вам уже обращаются просто по телефону или как-то иначе по почте просто по знакомству это намного более перспективный вариант потому что чаще всего он дает денег и качество работы обычно больше чем на фрилансе со временем не сразу но тем не менее наемная работа соответственно тут вопросы наверное излишне и так друзья определившись с понятиями переходим с вами к самому цинесу и сути вопрос теория практика абсолютно разные вещи ситуация в следующем вот вы изучили большое количество новых технологий узнали о том что есть какие-то системы управления сайтом начали усвоить первый проект и соответственно тут стоит вопрос вот когда вы начинаете свой первый проект далеко не все так радужно как хотелось бы потому что иногда бывают такие задания которые немножко переворачивают собственное понимание по подход к вещам как бы хотелось чтобы все было вы получили макет применили какие-то новые 10-20 новых технологий у вас более в общем у вас сайт работает намного лучше чем было изначально вы там что-то доработали вы показали результат ну возможно там клиент сказал что есть какие-то правки и давайте с этим разбираться вы исправили и все хорошо но наша бытность современная в плане верстки немножко отличается от тех идеалов которые мы в голове носим и тут возникает примерно следующая картина возможно вам дали уже готовый сайт и этот сайт сделан на каких-то устаревших технологиях дай бог не дай бог табличной верстки или всяких изобилующих флот left может быть там стоит какой-нибудь bootstrap 2 а дай бог 1 в общем могут быть такие страшные варианты что это даже в кошмаре не приснится возможно вам дали макет и там есть только стациональная версия сайта вопрос как это сделать удобным для мобильных устройств или попросили уже на какой-то имеющейся версии сайта может даже если ее делали и вы сделать пару маленьких правок и эти правки реально затянулись на такой длительный срок в том плане что сначала клиент попросил одно потом клиент попросил другое и в какой-то момент вы начали терять в общем-то нить того что нужно было вообще сделать и как это все дальше и вы сделали все что от вас зависело здесь уже даже трудно гарантировать ситуацию что на каком-то из устройств клиента все будет отображаться ну более или менее нормально у меня был клиент с которым мы проверяли сайта не только на стациональных компьютерах не только на мобильных устройствах но девушка подключала свой ноутбук к телевизорам просматривала на старых планшетах старых устройствах то есть в целом некоторые верстальщики некоторые люди называют таких людей дотошными но на самом деле это достаточно хороший грамотный подход проверка собственной работы если уж не вы провели работу то кто-то за вас проверит и потом скажут что не так конечно до такого лучше конечно не давать извиняюсь что у меня иногда бывает слава паразит постараюсь от этого избавиться и так что делать в таких случаях в первую очередь стоит определить целевую аудиторию которые есть на вашем сайте потому что в зависимости от этого вы сможете понять тот набор технологий который вам нужно применять этот набор браузеров мобильных устройств которые применяются на вашем проекте то есть условно если это сайт который предполагает общение каких-нибудь миллионеров то чаще всего они будут заходить скорее всего с мобильников самых там крутых поколений и так далее то есть всякие айфоны новые всякие самсунги вверху если они еще пользуются каким-то спросом я честно говоря уже давно не видел рассмотрение этого вопроса соответственно вы определили список технологий современных дальше следует вопрос в том какой список технологий устаревших в том плане что до какого вплоть браузера вам нужно рассматривать верстку вашего проекта потому что когда мы сталкиваемся с кроссбраузерностью иногда можно просто выкинуть какие-то неиспользуемые браузеры тот же амиго да может быть там все плохо отображается кто его знает соответственно чаще всего определяют только версии интернет-эксплорер потому что он автоматически обычно не обновлялся с одной версии там восьмой на девятую допустим если мы ведем в рассмотрение какой-нибудь windows xp то последним для нее браузером был windows microsoft интернет-эксплорер 8 для висты это был насколько помню девятый а для семерки версия кажется 10 я могу ошибаться по моему 10 была последняя для семерки вот поэтому стоит определить операционную систему устройства и на основе неё определить тот браузер критичный который нужно рассматривать в нашей верстке чтобы его соответственно вы могли сами проверить в крайнем случае это счетчики посещаемости если мы про этот вопрос если поговорим то может быть в следующем видео в следующем вебинаре по поводу того что определять есть такие счетчики которые вы можете просто вставить их уже готовый сайт и например нам достался уже готовый сайт в этом случае мы можем зайти мы можем зайти на сайт этого счетчика обычно это какая-нибудь яндекс метрика или google analytics и там посмотреть список браузеров с которых люди приходят соответственно на основе них можно и составить для себя такую такой список проверки по для которых для которого важно чтобы у вас все отображалось хорошо окей в крайнем случае можете спросить у клиента если он знает дальше вы думаете на основе всего этого на основе этой вещи нужно ли сайт перерабатывать а может быть его стоит вообще полностью переписать и сами понимаете решение браться ли за проект если браться то в как на каких условиях допустим переделываете сайт если переделываете сайт хватит ли у клиента финансов для того чтобы его сделать как хотелось бы ну и соответственно что клиенту в чем польза для клиента то что вы сайт переделать если срочно нужны деньги делайте как просто как пойдет ну что ж теперь по адаптивную верстку друзья всем ли понятно введение которое мы с вами разобрали сейчас собственно перейдем к некоторой сути вопроса как это делается ну посмотрим это на простых примерах поскольку у нас сам сайт не будет сейчас мы это сделаем пока на основе того какие вообще способы адаптивности есть у нас есть некоторая задержка в трансляции в 10-15 секунд поэтому вот я вам задал вопрос ответ пока еще в процессе где-то они там идут внутрь вселенной поэтому жду все ли понятно поставьте плюсики если понятно если есть какие то вопросы давайте конечно разберем ага все хорошо вот уже начинаю видеть целых три плюса один человек ответил а сколько у нас общей трансляции хорошо 72 человек нифига себе хорошо ну как-то для 72 да все вижу ну огонь поехали дальше собственно что входит в адаптивную верстку в настоящий момент есть три пункта чаще всего применяются только два соответственно первое это медиазапросы второе это тэп который позволяет как раз нам эту адаптивность получить ну и собственно адаптивное изображение вещи до которых люди доходят в верстке далеко не не в первый момент ну что ж посмотрим с вами как это выглядит мне нужен любимый JSFiddle ну и вот самые самые простые момент JSFiddle это портал который позволяет нам набрасывать членовики HTML, CSS, JavaScript кода для того чтобы можно было делиться с друзьями либо отрабатывать какие то новые технологии поехали значит напишем класс пусть он у нас называется бокс и здесь для CSS я его задам изначально следующим следующим параметром он будет по размерам 100 на 100 пикселей и будет фоном допустим зеленым вот такой квадратик достаточно простой как пишутся обычно медиазапросы и в чем собственно принцип самой адаптивности это так медиа пишется вот такое вот такое правило называется медиа и дальше мы пишем принципы правила на которых у нас будет работать наш сайт мы говорим что что в случае если у нас если у нас если у нас шейна нашего устройства допустим 400 пикселей то тогда наш класс мы немножко переопределим пусть у него будет ширина 200 пикселей и высота будет у него тоже 200 пикселей а фон мы поменяем у него на красный и вот сейчас у меня расстояние то есть размер рабочей области он у меня начинается отсюда до сюда он у меня больше 400 пикселей и поэтому у меня получается ситуация при которой блок уже стал красным если я начну уменьшать размер экрана я увижу зеленый блок это самые простые варианты адаптивности на самом деле есть много всевозможных вариантов можно поставить минимальную высоту устройство можно поставить ориентацию ну чтобы так вот прям навскидку давайте я вам покажу весь список и расскажу какие варианты на самом деле сейчас применяются чем в общем-то к гадалке ходить чем это сделать собственно чем писать это в презентации или какую-то методичку выпускать есть уже готовые ресурсы которые позволяют нам получить полный список всех медиазабросов собственно один из самых популярных в русскоязычном сообществе порталов по html css это либо html book либо vbf соответственно здесь vbf медиазабросы так вот собственно нам нужна вот эта статья значит самое критичное про all print screen мы с вами чуть-чуть поговорим нити спрашивает а если писать mobile first то под телефон идет код без медиазабросов да именно так мы про mobile first мы сегодня как раз поговорим немного но тем не менее окей значит первое логический оператор иногда используется когда вам нужно допустим сделать чтобы ваше устройство было допустим точнее вы хотите чтобы ориентация ориентация портал портал то есть что в данном случае будет у вас минимальная ширина устройства должна быть 400 пикселей и ориентация устройства должна быть портретная если ориентация устройства то есть поворот самого устройства будет иной у нас есть 2 варианта поворота устройства портретная это когда мы привычным способом держим телефон и соответственно есть планшетная когда мы повернули телефон на 90 градусов когда он у нас такой широкий получается вот соответственно данный медиазаброс будет работать только в портретной ориентации только в случае когда у нас ширина устройства будет 400 пикселей и более есть возможность написать не какой-то конкретный момент то есть если мы можем по сути отрицать элемент то есть сказать что ориентация будет портретная здесь ставим ноут и тогда получится что что угодно кроме этого но на самом деле на практике меняется и из наиболее популярного это у нас соответственно собственно сама ориентация и это минимальная высота минимальная ширина высоту используют намного реже чем чем ширину используют ориентацию ну и в общем то самое последнее это медиазаброс для печати можете написать это следующим образом медиапринт то есть изначально мы пишем с вами любой из этих параметров у нас есть screen print и speech есть еще больше на самом деле значений то есть допустим можем поставить с вами медиазаброс который будет работать только для телевизоров можем поставить медиазаброс который будет работать только для речевых синтезаторов есть даже медиазаброс который работает для кажется правильно написал для систем брайля то есть для насколько помню глухих есть медиазабросы которые работают для слепых то есть для каждых для каждого типа людей что ли для каждого для каждой категории людей с ограниченными возможностями есть в принципе свои собственные браузеры честно не видел их но собственно такие схемы есть в медиазабросах возможно кстати эта ситуация то есть возможно эти дополнительные значения под тип устройств добавили для того чтобы не нарушать права человека в Америке потому что в целом все спецификации это чаще всего американские и вот сейчас недавно институт Беркли университет или университет не помню как там правильно начал удалять более двадцати тысяч видеозаписей с бесплатными курсами только потому что у этих курсов нету субтитров просто один из институтов пожаловался на то что для людей с нарушенными нарушенными возможностями нет субтитров и соответственно по этой причине объект ли нарушает законодательство и им нужно либо добавить субтитры либо соответственно удалить видео но добавлять субтитры оказалось слишком долгой задачей при этом приходится удалять из общего пользования больше двадцати тысяч записей полезных реально в общем это печально касательно тех назначений которые сюда можно поставить вот одни из собственно устройство по для брайля можно для проектора в принципе ставить можно в принципе определить что у нас устройство проектор и она показывает каким-то образом сайт видел несколько устройств которые по такому принципу работают но не уверен что это будет распространено поэтому наиболее популярные вещи это либо принт либо либо ол либо скрин скрин это обычные наши устройства которые имеют так или иначе ну вот собственно нам нужно еще разок чаще всего то минимальная ширина где у нас там пропустил ну ладно вот минвиз или максвиз вы можете ориентироваться на устройство минимальная или максимальная ширина и соответственно это минхейт максхейт следующее это тег да про медиазапросы опять же если добавлять можно несколько селекторов добавлять медиазапросы и это в принципе как раз и используется из наиболее популярных размеров по ширине минимальная ширина обычно бывает 768 пикселей это для мобильных устройств 992 это планшеты или 1024 тоже планшеты 1280 это уже пошли стационарники сюда кстати можно еще добавить 800 я кстати забыл ну вот как-то так 800 это для достаточно допотопных компьютеров у которых разрешение типа 800 на 600 4 на 3 обычно используют вот такие отправные точки 768 и меньше это мобильники 992 до 768 это планшеты ну и дальше пошли стационарники то есть обычно когда делают дизайн делают 3 версии но чаще всего в нашем русском сегменте фриланса делают обычно одну версию потому что нужен какой-то бюджетный сайт ну фриланс вообще сам по себе это такой достаточно бюджетный проект бывают конечно там иногда дорогие заказы но это очень так значит по этому поводу поговорил так по поводу ширины рассказал да собственно возникает вопрос почему у нас идет ориентир на 768 пикселей в реальности размер экрана устройств современных мобильных всегда очень большой и вот у нас есть на самом деле показатель девайс пиксел рейтио чтобы понять что это такое я могу зайти в сафари допустим у нее есть режим адаптивного дизайна и на самом деле размер нашего устройства давайте вот iphone возьмем реальный размер в браузере нашего устройства именно экрана 375 на 667 пикселей но в реальности то у него как минимум в два раза по каждой из сторон извиняюсь программка как минимум по каждой из сторон размер в два раза больше почему так обычно производители мобильного сегмента и планшетов делают уменьшают размер экрана в несколько раз для того чтобы изображение текст воспринимался более четко на этих дисплеях то есть не пиксель в пиксель а в реальности в каждом таком пикселе устройство содержится как минимум 4 пикселя 2 на 2 по ширине и по высоте за счет этого у нас получается что мы воспринимаем более четко наш материал так же как и устройство с экранами айтина на макбуках также обладает такой особенность и вот у нас есть такой параметр который называется девайс пиксел рейти я вам не знаю давайте напишу куда-нибудь давайте в чат что ли чтобы было понимание что это такое девайс пиксел рейти это вот значение на которое уменьшается размер нашего экрана для повышения четкости то есть в реальности вот здесь вот стоит как раз это значение 2x в зависимости от устройства это значение будет разным и производитель каждого из устройств включает туда абсолютно разные размеры вот на айфонах обычно стоит 2x на ipad pro стоит девайс пиксел рейти равным тоже 2x бывают устройства у которых девайс пиксел рейти равен 3x но достаточно редко потому что такая плотность пикселей и четкость экрана редко воспринимается человеческим глазом итак теперь касательно тега viewport что собственно он делает он очень важен для мобильных устройств и и здесь соответственно мы говорим про то что мы его заполняем внутри тега head и нас больше всего интересует содержимое которое стоит в атрибуте content что все это значит первое из рассмотрения with собственно ширина сюда можно поставить либо hate либо with что она говорит что ширина нашего устройства будет равна размеру нашего устройства иначе тогда у нас сайт будет выглядеть так же как и опера мини то есть вот такой вот если нам нужно сказать что сайт в реальности не должен быть по ширине больше чем размер устройства где мне потерял то тогда соответственно нам нужно поставить здесь уже знакомый уже известный для браузера параметр который называется device то есть он изначально каждым браузером имеется короче говоря для каждого браузера дальше можно поставить hate и тогда для него будет параметр по умолчанию device хейт либо вы ставите здесь значение в пикселях говорите что ширина вашего устройства будет такая тогда у вас у каждого мобильника планшета и так далее появляется горизонтальная прокрутка и тогда вы будете вот таким образом прокручивать сайт как поставить следующее они максимум скейл и есть еще минимум скейл точнее это параметры масштаба стандартные по умолчанию то есть это тот масштаб с которым у вас начинается ваше устройство то есть если вы когда-либо увеличивали масштаб изображения с помощью щипка пальцев на телефоне то вы можете для себя представить когда изображение отображается в полный размер то есть 100 процентов а когда оно увеличено то есть чуть увеличили масштаб соответственно у вас масштаб больше 100 процентов и вот единичка показывает что вы работаете с реальным масштабом если поставите здесь значение больше единицы у вас сайт будет выглядеть больше и появится горизонтальные отступы как если бы вот сейчас я собственно видите масштаб увеличиваю вот у меня масштаб 100 процентов если вы поставите значение масштаба равным двум то тогда получится что у вас само отображение будет какое-то зарезано немного часть информации вы видеть не будете и у нас есть соответственно значение максимального масштаба вы можете сказать что до определенного поры пользователь может увеличивать масштаб иногда этот масштаб пользователи убирают и это не очень хорошо потому что далеко не все видят хорошо стандартные шрифты которые разработали собственно верстальщики стандартные размеры ну и последнее это в первую очередь для браузеров на основе Safari User Scalable который говорит что можно теоретически запретить полностью масштаб но то же самое будет работать в случае если вы начальный и максимальный масштаб поставите в одно и то же значение тогда у вас просто не будет работать масштабильно друзья этот вопрос понятен поставьте пожалуйста плюсик если есть понимание я подожду немного как вообще воспринимается информация каково насколько понятно ну то есть немножко так расскажите потому что нас в принципе ждет еще как минимум сколько ой я тут еще десять слайдов ксения спрашивает планирую ли я на гиппенсии курс по дж.с. планирую просто получилось так что у нас все курсы уже забились вплоть до апреля может быть в мае что-то будет если будет что-то я с удовольствием и так хорошо следующее следующее это собственно подход к изображению достаточно популярные подходы на самом деле используется очень редко что жаль и я боюсь что у нас не хватит времени на то чтобы к ним внимательно подойти но знайте что у тега и мг есть дополнительный атрибут и у нас есть дополнительный тег который позволяет нам сделать изображение адаптивным пожалуйста скажем так я скину вам хорошую статью на объяснение как работают адаптивность в изображениях и соответственно мы разберем дополнительно это скорее всего на следующем занятии идея в следующем состоит дело в том что на мобильниках пользователи часто загружают картинки по размеру которые предполагаются больше для стационарной версии и для мобильников толком не нужны там очень большие размеры изображения если мы не говорим про экраны с очень четкими с очень чет короче если мы не говорим про четкий экран вот как пациентчики на картонах так вот в данном случае можно настроить отображение изображения таким образом что для мобильных устройств у нас будут показываться одни изображения маленького размера а для больших устройств то есть для более широких дисплеев и так далее будут показаны соответственно изображения более качественные потому что там качество бывает важнее если у нас используется маленький экран мы можем даже контролировать вопрос четкости то есть если у нас маленькое изображение но экран четкий мы можем выдать все равно четкий вариант изображения извиняюсь что приходится с такими достаточно простыми вещами говорить потому что у нас к сожалению ну нет вот достаточно большого времени для того чтобы разобрать вариант адаптивности изображения по идее это тема отдельного вебинара я думаю можем как-то разобрать в том числе превьюбор и так касательно чистой головы с чего все-таки стоит начать самую самое первое это определить нужна ли адаптивность на вашем сайте потому что бывают случаи такие как допустим вконтакт где стационарная версия хранит в себе много функционала которые на мобильной версии сайта то есть на ну да на мобильной версии сайта не имеет никакого смысла то есть там бывает просто перегруженный функционал и для того чтобы его не дублировать по факту что такое адаптивность на сайте получается вещь где вы используете одно и то же содержимое сайта то есть одни и те же css файлы одни и те же javascript файлы которые в зависимости от разрешения экрана соответственно немножко по-другому отображаются но если чего-то не будет на мобильной версии сайта то а будет стационарной версии то клиент который заходит с мобильника будет загружать дополнительную лишнюю информацию и вот тут критерий если этой информация прям с излишком смысла делать адаптивную версию сайта как таковую нет лучше сделать две версии сайта одну стационарную и другую мобильную то есть если вы понимаете что у вас содержимое катастрофически сильно отличается от на мобильной версии от стационарной в этом смысле проще пилить мобильную точно так же как и сделано у нас допустим в википедии у них мобильная версия отличается от стационарной на отдельных по отдельным ссылкам вы можете перейти как на мобильную так и на стационарную соответственно если у вас небольшой проект то скорее всего применима адаптивная версия потому что в этом случае вы себе очень сильно экономите время в любом случае забота о клиентах это достаточно важная вещь но сейчас поговорим про mobile first как обычно получается чаще всего на фрилансе мы получаем какой-то макет ну или просто в компании мы получаем макет и чаще всего это только стационарная версия то есть то как это выглядит на компе да друзья перед этим а собственно я рассказал да все извиняюсь немножко волнуюсь очень хочется вам донести все в лучшем варианте поэтому простите так вот касательно mobile first у нас получается следующая ситуация поскольку все чаще и больше современный мир переходит в разрез мобильных устройств то есть смотрят чаще сайты с мобильников нет смысла пилить информацию про стациональную версию сайта изначально пилить стациональную версию но стоит вопрос а что если нам дали макет стациональную версию сайта на работе или на фрилансе и что тогда сделать как сделать мобильную версию сайта концепция mobile first говорит про то что изначально нужно делать все для мобильников и только потом делать для обычных компьютеров то есть обычно раньше делали так что делали стационарную версию и потом с помощью медиазапросов убирали на мобильниках все лишнее здесь мы все переворачиваем с ног на голову и говорим что сначала без медиазапросов мы отображаем мобильную версию сайта то есть у вас гарантированно тогда все будет показываться на мобильнике и дальше вы начинаете допиливать все для стациональных компьютеров опять же не стоит забывать про целевую аудиторию бывает что пользователи вашего сайта это допустим госструктуры которые сидят на старой версии интернет-эксплорера и никуда вообще с этим делом не пойти даже переучить людей нельзя на использование какой-то другой операционной системы потому что это во-первых очень дорого во-вторых это вопрос безопасности ну в общем очень много вещей поднимается сразу поэтому часто в госдепартаментах используют интернет-эксплореры ну и вообще в каких-то бюджетных организациях таких как школы например поэтому если вы какой-то делаете внутренний проект для школы то бывает ситуация что ну вот да иногда бывает только нужно сделать стационарную версию сайта ну и собственно концепция mobile first сделали мобильную версию добавили элементы для планшетной версии или стационарной и убрали их с помощью медиазапросов для мобильной версии вот это концепция что собственно она нам дает первое то что сайт гарантированно будет на мобильнике а если у нас люди чаще посещают мобильную версию сайта то в принципе могут и потерпеть со стационаров опять же если у нас допустим большая часть оплат с сайта идет именно с мобильников то тогда имеет смысл как раз подходить именно с этой концепции дизайн в этом понимании работает точно так же то есть когда дизайнер делает по концепции mobile first собственный макет только сейчас получил уведомление о прямой трансляции только как только дизайнер начинает с мобильной версии сайта он думает о том какие элементы ему нужны критичны на мобильной версии то есть он говорит думает о том что действительно нужно на сайте только потом начинает добавлять какие-то менее важные элементы для стационар то есть что было бы удобно точно так же и для верстки вы определяете то что критично и необходимо на каждой версии сайта таким образом вместо того чтобы выкидывать лишнее что бывает иногда сложновато в стационарной версии вы добавляете 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 элементы под каждую версию сайта и так как сделать мобильную версию если ее нет первое это вам нужно взглянуть на макет и определить те элементы которые вы соответственно планируете разместить на мобильнике то есть то что будет критично подумайте дизайнерским подходом как бы это выглядело опять же это для не очень дорогих проектов чаще всего применимо когда у нас нет мобильный мобильного макета соответственно желательно чтобы вы хотя бы от руки либо в какой-то программе там в том же фотошопе нарисовали нарисовали этот макет как это приблизительно будет выглядеть да я тут к сожалению ничего не дописал и прикинуть как это будет выглядеть на разрешениях больше чем вы нарисовали в макете то есть что у вас будет если размер экрана будет потихоньку увеличиваться какие элементы у вас будут добавляться я что-то тут не указал окей друзья по этому вопросу все понятно у нас тут немного как раз осталось смотрите прямо на час четко так в итоге как сделать сначала под мобильный если макет не адаптивный в этом случае все же ждать сначала полную версию смотрите значит еще разок если макет не адаптивный то вы давайте сейчас возьмем какой-нибудь макет если у нас конечно если я сейчас что-то найду на компьютере наверняка что-то будет из проектов которые я проверял домашки какие-то я проверял поэтому может быть что-то найдется о вот поездочник сейчас мы его фотошопе откроем и я вам покажу ошибка конфигурации да вот вот незадача ну хорошо допустим у нас есть какое-то изображение есть есть изображение макет к сожалению сейчас попробуем какой-нибудь другой макет открыть поездочник не каждый включает ладно сейчас мы найдем сайт секундочку website template давайте мне просто нужно изображение ну допустим подойдет и такое в полном размере и так вот мы да фотошоп что-то сообщает об ошибках плохо делают ребята из адов и так значит вот у нас есть какой-то макет сайта и нам нужно сделать из него мобильную версию соответственно подумайте что для мобильника будет критично допустим иконки социальных сетей хорошо как они будут отображаться скорее всего это будет пять иконок сверху и наверное это не самая важная информация на мобильнике что важно для компании скорее всего телефон соответственно телефон у нас будет располагаться наверно вверху и там у нас на мобильнике будет ссылочка ну да видите вот тут ссылочка на то чтобы мы могли открыть ну то есть позвонить по этому телефону ну и короткие контакты чтобы было удобно поиск на мобильной версии наверное это не самая критичная вещь вот это менюшка скорее всего будет с кнопочкой открытия сворачивания разворачивания меню как стандартное на мобильнике я бы вот именно его так отобразил логотип на мобильной версии это не самая критичная вещь и поэтому ее вот этот логотип можно пихнуть в само меню потому что ну в целом люди знают куда зашли опять же если клиент будет придираться то сейчас я говорю это так вот на вскидку потому что каждый выбирает по себе то есть сейчас эти вопросы вкусовщины и по этим вопросам можно спорить что важно на мобильной версии обычно это с клиентом тоже можно обсудить в случае с слайдером с галеей нужно как-то ее запихнуть так чтобы она на каждом устройстве отображалась нормально то есть что у нас получается когда мы смотрим информацию на мобильнике вряд ли у нас поместится справа текст и слева изображение иначе текст у нас будет очень маленьким скорее всего нам нужно будет либо отобразить текст поверх изображения с некоторым слоем либо мы соответственно отображаем наш текст сверху а снизу у нас показывается картинка но это мне кажется как-то не очень поэтому я бы наверное текст отобразил поверх изображения таким образом мы бы сэкономили половину нашего пространства для некоторых слайдов это может быть критично поэтому где-то можно даже картинку скрыть потому что текст бывает более информативным дальше касательно вот этих иконок скорее всего они у нас будут они у нас останутся в том же варианте наверное даже и текст останется просто они будут друг под другом касательно вот этого блока он немножко зарезан но тем не менее можно что-то говорить я бы наверное убрал изображение полностью потому что оно точно не критично если мы уберем это изображение восприятие информации точно так же останется и соответственно мы оставляем с вами вот эти блоки где у нас будут иконки текст и заголовки и это все будет отображено в одну колонку соответственно вот примерно на основе этой информации мы с вами как раз будем думать как отобразить мобильную версию сайта то есть я предлагаю нарисовать макет то есть хотя бы в карандаше без каких-либо там я не знаю перерисовывания изображений просто чисто схематично как это будет отображаться и потом уже начинать пилить когда у вас в общем смысле в голове складывается какая-то информация как можно сделать сайт сразу же появляется более легкое понимание друзья понятно что рассказал насколько в общем сейчас мы разберем с вами еще несколько тем они небольшие но я думаю что минут на 10-15 в дополнение и пойдем с вами гулять кто на работу кто на учебу кто куда а дальше уже будем наверное копать короче при любом макете все равно сначала под мобильные да желательно тут смотрите опять же все зависит от целевой аудитории если целевая аудитория не будет никогда заходить на мобильную версию сайта то нафиг ее делать соответственно просто делаете венса стационарные не парить хорошо теперь поговорим про ошибки которые точнее даже не ошибки а трудности которые будут у вас с мобильной версией сайта итак тестирование адаптивности к разбраузерности в коде первое на что стоит обратить внимание и это относится в первую очередь к оптимизации на самом деле оптимизация медиа запросов точнее оптимизация сайт чтобы он работал быстрее заключается в том чтобы во первых вы сократили количество используемых медиа запросов да кто-то может возразить что там не знаю на определенных разрешениях на определенных точках происходит происходит ситуация когда у нас начинает крошиться сайт и нужно добавлять дополнительные медиа запросы кроме тех точек о которых я говорю вот вот эти что-то посередине то есть вы добавляете подо все абсолютно это не очень хороший вариант и скажем так я не хочу сказать что это ошибка потому что бывают какие-то исключения я бы просто рекомендовал как можно меньше писать медиа запросов чем меньше вы пишете их тем лучше если вы в состоянии написать это с помощью одного медиа запроса чтобы у вас мобильная версия сайта отображалась прям отлично хорошо честь вам и хвала памятник при жизни если не получается ну господи бог с ним теперь немножко нужно поговорить про контейнер ну сейчас расскажу примерно следующую картину нам нужен JSFeedle это чисто схематично сейчас будет итак мы напишем с вами шапку у нее будет класс header так это потом у нас будет с вами подвал здесь мы тег поменяем здесь напишем все правила защищены сейчас у нас ну ладно сейчас напишем тег main и здесь класс мы все у нас чисто по b только надо двойные кавычки поставить а то я прокупил а то одинально это не кошерно не по спецификации ну и здесь поставим много текста в чем проблема допустим у вас сайт выглядит где он нет как вот вот такой да и вы каждому блоку таким образом можете взять и задать давайте header ставите ширина 1000 пикселей 1000 ставите footer 1000 пикселей ставите main ширина 1000 пикселей что получается у нас появляется горизонтальная прокрутка ну давайте мы это немножко красиво сделаем бэкграунд у нас будет здесь grey color white box sizing border box ну и padding поставим да padding 25 ну просто чтобы хоть как то это отображалось а то сейчас не совсем все понятно здесь будет purple здесь это шапка сайта надо написать тут у меня это шапка итак собственно что сделали условно вы засверстали стациональный макет и поставили ему каждому блоку 1000 пикселей что вы будете делать в медиазапросе медиа ставите минимальная точнее давайте максимальная ширина точнее это сейчас вот desktop first это не mobile first мы сейчас говорим про то что вдруг вы совершили какую-то ошибку вы сделали сначала стациональный макет и потом пытаетесь сделать мобильную версию я за это не могу сказать что ругаю да ну все таки конечно концепция mobile first была бы лучше и так собственно на медиа здесь ставим допустим max width то есть у нас меньше 768 пикселей будет отображаться с вами мобильная версия и ставим что нам нужно сделать мы допустим ширину ставите допустим 100% 100% тогда вам нужно каждому блоку поставить мейн соответственно footer и header и вы таким образом все поставили как ну не то чтобы сказать правильно скорее как легче и меньше писать кода убираем жесткую ширину вместо этого если мы понимаем что у нас в принципе у каждого блока он находится внутри одного и того же одной и той же ширины обычно как bootstrap например задается контейнер контейнер ну класс контейнер просто часто он является общим поэтому здесь ставим тысяч пикселей и этот контейнер мы заключаем внутрь тех блоков которые для нас критичны ну и здесь собственно то же самое и здесь тоже запускаем последнее что нам стоит определить это собственно контейнер то есть мы получаем тоже поведение но единственное контейнер единственная разница заключается в том что нам требуется перепределить всего лишь один класс и это нам позволяет писать намного меньше кода поэтому когда я вижу в css разметки размеры или отступы которые больше либо равны где-нибудь 500 пикселей отступы влево вправо или ширина которая равна больше 500 пикселей скорее всего это будет очень тяжело для адаптивности поэтому к такому варианту лучше не приходить да вот вот соответственно такой вариант был бы намного более лаконичным собственно в bootstrap он как раз чаще и применяется касательно процентов внутри этого блока если вам нужно сделать допустим две колонки или три колонки давайте сделаем с вами три колонки у нас будет три колонки текста call умножить на три ну как это делается в bootstrap три колонки сейчас call и там у них будет лором умножить на ну скажем три хорошо значит пока это у нас какой-то текст main нам не нужен пишем css для то как делать колонки наверное сделаем дополнительную динамп сделать делаем значит что сейчас делаем так как это сделано в bootstrap третьем определяется псевдоэлемент это здесь ставим контент пустой для того чтобы хотя бы элемент отобразился ставим ему принцип отображения дисплей блок блочный стиль отображения и после этого собственно задаем clearboss для того чтобы сбросить как это называется обтекание итак ну и теперь колонка собственно говорим ей что она 33% у нас будет пусть у нее будет небольшой отступ внутри соответственно ставим box sizing borderbox для того чтобы извиняюсь опять программка которая бережет мое зрение borderbox соответственно таким образом у нас есть пиксели включается в 33% и не увеличивает блок по необходимости здесь ставим флот запускаем сейчас так здесь у нас кол а собственно что у нас одна колонка надо их три сделать так ну вот собственно мы получили колонки из 33% почему не стоит делать колонки в пикселях тогда вам придется для мобильной версии эти пиксели переопределять поэтому правило следующее внутри содержимого с жесткими пикселями да контейнер обычно называется вы задаете информацию о как это задаете информацию по ширине в процент да ссылочку сейчас скину ну потом еще как потом придублирую на странице занятия и так жесткие размеры горизонтальные отступы в пикселях не должны превышать размеры экрана мобильного устройства ну это где-то 300-500 если получается больше чем это скорее ну если получается больше размеры типа маргин-лефт фарбейдинг-лефт больше размеры тем хуже получается соответственно также не советую у элементов задавать жесткие размеры по высоте сейчас покажу пример вот у вас блок с изображением да пожалуйста когда вы будете делать не знаю какое-то красивое изображение или фон добавлять не делайте этому блоку жесткую высоту потому что на мобильнике возможно у вас этот блок будет зарезать содержимое поэтому обычно отступы если какие-то вот это вот расстояние делается не с помощью высоты блока а с помощью отступов вверх внутренних или внешних блока от края соответственно здесь вы ставите маргин-лефт или маргин-топ и получаете такое содержимое то есть это нормально если отступы вверх и вниз они большие там 100-200 пикселей 300 они таким образом у вас не добавят горизонтальной прокрутки это хорошо потому что в принципе вертикальная прокрутка для нашего человека в принципе вполне себе вполне нормальный случай да когда мы просто прокручиваем сайт вниз а вот прокручивать сайт вбок как-то не особо хочется может быть у другой ментальности типа азиатской да они читают немножко по-другому возможно для них будет удобнее подход с горизонтальной прокруткой но если мы говорим про западноевропейскую ментальность то все-таки не стоит опираться на горизонтальную прокрутку вот окей следующее тестирование адаптивности в песочнице собственно как проверить что ваш сайт хорошо отображается на всех устройствах первое есть сервис проверки google page speed insights и он вам скажет какие проблемы есть у вашего сайта и чем больше баллов вы получите по этой шкале там не знаю от нуля до 100 лучше конечно 100 баллов получить тем лучше будет для вашего сайта во первых он грузится будет быстро во вторых он скажет все проблемы которые есть на мобильной версии сайта если у вас какие-то картинки будут как это сказать если какие-то картинки у вас будут не адаптированы google вам про это скажет соответственно нам нужно будет подходить к вопросу адаптивных изображений тот вопрос который на который у нас просто не хватает времени собственно да дальше подвигать размеры окна ну понятно просто уменьшаем увеличиваем положение то что мы делали когда проверяли сайт kickbrand проверить формуляторы в консоли то есть если мы зайдем в google chrome ну вот окей у меня был когда-то открыт сайт вбф заходим в google chrome есть режим адаптивности я вот тут пилил недавно вебинар по этому поводу изучали консоль еще по моему в субботу или воскресенье будем этот вопрос к этому вопросу подходить нажимаем на вот эту иконку здесь можно посмотреть как теоретически сайт будет отображаться на каждом из этих устройств за исключением того что все таки способ отображения содержимого на в эмуляторе google chrome несколько отличается от того что есть на реальных устройствах поэтому если вам очень хочется проверить как будет ваш сайт отображаться на айфоне но при этом его нету вам нужно установить виртуальную машину на которую вы поставите mac os внутри этой виртуальной машины поставить программу которая называется ох ты же блин забыл как она называется для разработки наиболее а x-код в этом x-коде который за разы весит 13 гигабайт вы при распаковке 25 по моему ну надо смотреть а сейчас так при скачивании 8 при распаковке 13 в этом x-код вы ставите эмулятор айфона который стоит еще весит еще 500 мегабайт если не гигабайт и после этого тестируете на более или менее реальном подходе но опять тоже знаете что эмуляция айфона все равно тоже не есть реальный айфон плюс ко всему сейчас вы видите то как отображается информация с пятого айфона но есть некоторый минус в том что здесь указывается реальное разрешение экрана его 320 на 568 в реальности к вот этому пространству добавляется еще статусная строка по заряду батареи информация о том там типа открыть вкладки и так далее то есть в реальности экран немножко поменьше оказывается по высоте по ширине то же самое ну и соответственно посмотреть на своем мобильнике планшете это вот самые простые способы которые можно сделать и в качестве дополнительной проверки что важно все равно критично соответственно тестируйте на как можно большем количестве устройств в реальных компаниях есть просто ну то есть в компаниях которые занимаются проверкой верстки в том числе еще и занимаются разработкой допустим мобильных игр или приложений они имеют безумное количество различных абсолютно аппаратов и они тестируют как на них отображается то или иное приложение или сайт а где взять дистрибутив macOS ну вот где сейчас не смогу подсказать но наверное где-нибудь на торрентах если что я вам об этом не говорил ну и соответственно поставить ритуальную машину это критично для macOS в первую очередь для того чтобы проверять в сафари и если вы в macOS собственно работаете то скачайте себе ну или на линуксе да для линукса вообще придется две операционные системы поддерживать на vine забудьте если кто-то сидит на про линукс кто-то сидит на линуксе скачайте себе windows скачайте себе mac проверяйте в обеих операционных системах потому что ну иначе никак вот соответственно и последние это сервисы которые позволяют нам проверить верстку как если бы она отображалась у нас на каких-то конкретных устройствах сейчас окошко открою и в этом случае я бы не советовал вам пользоваться сервисом потому что у них тоже бывают всевозможные баги ну то есть ошибки в отображении и потом вы можете с пены у рта доказывать клиенту что вот у меня там в сервисе в этом все отлично отображается а он показывает скриншот из реального айфона да и вы получаете такую вот проблему вот так значит отвечаю на ваши вопросы на сайте движение картинок касательно движения картинок ну напишите там в личку потому что не успеем разобрать на этом вебинаре ну и совсем оно немножко другое а касательно отступов про отступы можно как внутренние так и внешние ставить внешние отступы обычно вертикальные да пожалуйста в первую очередь марганы ну и прейдинги в принципе вполне себе допустимо это нормально вот в плане того что мы выбираем внешние отступы или внутренние это уже пока вкусовщины если найду хорошую статью где будет сказано по поводу того в чем что то лучшее ну или если вы сами найдете буду об этом рассказывать но вот сейчас как то так ну что так друзья ну что как ваше впечатление от вебинара скажите так вкратце и я буду благодарен если вы оставите параллельно какой то отзыв по этому вопросу на странице урока я постарался рассказать вам вкратце ну как бы самые такие знаковые вещи я уверен что что-нибудь обязательно для вас найду расскажу что-то большее тем более технологии не стоят на месте сейчас больше такая теоретическая информация но она важна именно для того чтобы было общее обзорное понимание того что у нас вообще происходит в плане адаптивной верстки потому что адаптивная и кроссбраузерная верстка это не только медиазапросы это именно сама концепция ну и вот одна из концепций это mobile first вот друзья собственно если вам что то интересно в дополнение к вебинару собственно если что то интересно было бы разобрать отдельно да может быть из какого то слайда вам что то больше понравилось пишите мне интересно я с удовольствием для вас проведу столько вебинаров сколько прямо для вас будет полезно да вот если найду хорошие книжки по адаптивности обязательно для вас расскажу и что нибудь скину вот это самые самые основы надеюсь что у вас сложилось более объемное понимание самого вопроса ну что ж поздравляю всех вас с добрым утром надеюсь что оно было правда доброе и интересное ну а я ухожу в закат с вами Владимир Языков самый понятный программист галактики ладно это все оксиомороны и гиперболизация но тем не менее вот меня спросили использую я cms в последнее время ну точнее в достаточно долгое время с 2013 года планирую ну точнее как я работаю на фреймверах обычно всякие и так далее касательно e-mail ну короче я в личке оставлю если хотите написать теоретически пожалуйста да вот вам моя почта я пишу ее сейчас тут немножко с некоторой задержкой вы услышите то что я говорю ну что ж я побежал на следующей неделе у нас запланировано еще четыре вебинара так что все по теме html css интересные варианты поговорим про то как разобраться с геометрией в css о том как все таки применить мат аппарат в веб разработки потому что редко кто этим пользуется немножко поговорим про драконометрию и возможно даже коснемся айдов ну айды которые высшей математики ладно всего всего хорошего пока пока и до скорых встреч спасибо за занятия спасибо за то что были еще раз большое спасибо всем пока пока и